Продолжение следует... 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 И, в общем-то, не понимает, что здесь происходит В общем, получился, конечно, жуткий, лютый бардак В конце концов, Кельсинбаев уже не выдержал И в конце этой встречи хлопнул постул рукой И вскричал, хватит базарить, пора Фокса Скича выручать Надо идти вынимать Фокса Скич В том смысле, что вопрос уже решен И нечего тут обсуждать, и надо вузы объединять В общем, конечно, получилось бледненько Повторюсь, наверное, уже неоднократно я говорил об этом Что у ребят телега стоит перед лошадью В том смысле, что они сначала заявляют Какую-то достаточно сложную и не бесспорную проблему-задачу Устраивают скандал и потом с удовольствием В этом скандале существуют, варятся и пытаются его решить Так уже было многократно И это повторяется вот с этим объединением вузов Люди категорически не понимают, что такое подготовительная работа Что такое работа с сообществами Тем более с такими сложными сообществами, как научные сообщества В общем, конечно, это, честно говоря, абсолютная фиаско В дополнение вот этого обсуждения, которое случилось в Конгресс-холле Я бы добавил от себя, что мы традиционно опрашиваем нашу аудиторию На предмет согласия, несогласия и вообще отношения к разным событиям И на прошедшей неделе я провел опрос в интернете Непосредственно ВКонтакте В Фейсбуке не стал, потому что слишком там уж скандальненько и напряженненько Там будет слишком много мата А теперь Фейсбук за это дело наказывает Так вот, результат этого опроса во ВКонтакте Всего лишь три дня мы опрашивали людей Причем так не очень активно, а отстраненно Отстраненно, достаточно характерный В опросе поучаствовало более 500 человек И из них 97% против объединения вузов Вот тут, наверное, обсуждать нечего С точки зрения статистики, согласия, несогласия людей Причем в основной своей массе это люди Либо те, кто отучился в этих вузах Либо те, у кого учатся там дети Ну, судя по комментариям и потому, что они пишут и дополняют к своему голосованию В общем, конечно, если брать сторону населения Либо педагогического коллектива То, безусловно, здесь абсолютный провал В том смысле, что никому ничего не объяснили Никого не мотивировали Никакого понимания того, зачем это делается, нет Более того, я все-таки настаиваю на том, что господин Барданов Да и, собственно, сам Ради Хабиров Кривят душой, говоря о том, что этот вопрос решен с точки зрения финансов Нигде ничего не решено Это всего лишь какие-то хотелки И складывается впечатление, что хотелки эти истолкованы только тем, что Господину Сидякину конкретно или кому-то около него Очень сильно понадобилось сейчас некое федеральное достижение И как бы, ну вот им нужно, потому что два года они как бы работают И у них вообще ноль результатов Таких вот реальных, заметных, федеральных, которые видно из Москвы И вот объединение вузов, это звучит громко Но ребята точно взялись не за то, за что нужно Очень много в интернете насмехаются И приводят всякие, значит, примеры и предложения по скрещиванию бобров и козлов То есть, в общем-то, совершенно здравое предложение об объединении БГУ и пединститута Однако было уже объяснено, что эти вузы находятся в разном подчинении И эта задача вообще не по зубам команде Хабирова В том смысле, что, ну, они не могут договориться сразу с двумя ведомствами Это выше их вообще способности и возможности Они могут работать только вот с одним ведомством, чтобы вузы были подведомственны Много всякого ерничания, конечно, в институте Предлагают добавить к этому конгломерату еще автотранспортный техникум Или медицинское училище до кучи, чтобы уж все было совсем большое Кстати говоря, о размерах Если рассуждать от этой логики господина Сидякина и его подчиненных Что чем больше вуз, тем больше он дает результатов На самом деле это не так Тут же была поднята статистика по всем ведущим мировым вузам Мы выяснили, что там Стэнфордский университет Что Массачусетский университет И многие-многие лидеры высшего образования мирового масштаба Существенно меньше по размерам даже БГУ отдельно взятого То есть, соответственно, тут вот эта логика совсем не работает Да и, в общем-то, в этих бестолковых разговорах всяких Бардановых Абсолютно четко прослеживается только мотивация финансовая Что нам дадут кучу денег, а мы будем распределять эти деньги И вот, собственно, в этом все наше веселье и заключается Но, добавлю, это, конечно, ощущение от их слов Потому что, на самом деле, здравого смысла вообще в их словосочетаниях довольно-таки немного Вторым заметным цирковым представлением, которое дали нам башкирские чиновники на прошедшую неделю Было представление, связанное с собранием населения и активистов движения СтопБашРТС 17 января в здании ГДК Несмотря на то, что чиновники предприняли все меры, чтобы никто не пришел Ну, там было назначено время, будний день, среда, 11 утра Ну, то есть, это минимально удобное время вообще для собрания граждан Потому что люди все-таки все еще пытаются работать Но, тем не менее, пришло ощутимо большое количество людей Несколько сотен человек Активисты говорят о том, что это было почти 400 человек Ну, понятное дело, что чиновники говорят, что было там не больше 200 Тем не менее, это действительно много И разговор не получился Потому что все то, что там делалось со стороны БашРТС Администрации города и администрации Значит, вообще, в принципе, там присутствовали с администрацией Хабирова люди Все это было некая болтология, которая была заранее заготовлена Чтобы заболтать, запутать людей Ну, собственно, как и все, что сейчас происходит в области перерасчета этих тарифов Активисты вели себя, я имею в виду господина Рахматулина и прочих Они вели себя очень жестко, агрессивно и напористо Тут, конечно, просматривается некая, все-таки, такая спекулятивная составляющая В том смысле, что ребята, конечно, очень плотно сели на тему И не готовы, в общем-то, там расчехляться и договариваться Но при этом чиновники делают все возможное для того, чтобы с ними вообще, в принципе, не о чем было говорить И тут, как говорится, встретились два одиночества В общем, в итоге покричали-покричали Никакие вопросы решены, по сути, не были Да и они не могли быть решены О чем я скажу чуть позже, почему они не могли быть решены Разошлись на том, что движение СтопБашРТС во главе с Рахматулиным Заявило о том, что если их требования не будут исполнены до 15 марта Теперь уже до 15 марта То тогда они, значит, пойдут снова на прием к Хабирову Как вот они это выразили То есть, речь идет о том, что когда они в январе прибыли в довольно большом количестве Там 250 и больше человек прибыли прямо в Белый дом и попытались пройти внутрь Там, конечно, всем стало очень страшно Я имею в виду, там вот эти вот выбежали Беляев, Прочаковская и прочие Дрожащими голосами стали уговаривать людей отойти подальше от Белого дома А то, не дай бог, значит, и так далее Это, конечно, была очень яркая акция В том смысле, что она была замечена и в Кремле, и везде И вот именно этим же повторением этой акции Пригрозили активисты СтопБашРТС Белому дому Ну, не было конца возмущения Рахматулина о том, что пришли навстречу какие-то, по его мнению, вторичные чиновники Была всего лишь замминистра ЖКХ и там еще кто-то Ну, все сплошные замы Рахматуллин, видимо, где-то подхвативший вирус вот этой звездной болезни Он, ну, уже, как бы считает, что должен общаться только с первыми лицами и так далее Но дело не в этом Дело здесь лежит в том, что на самом деле конструктивного решения на данный момент пока не найдено И не может быть найдено, потому что все еще продолжаются переговоры с Интеррау в Москве Первый раунд этих переговоров не завершился успехом Сейчас, значит, чиновники самого высокого, на самом деле, ранга, включая Андрея Назарова Были в Москве и вели второй раунд переговоров с представителями господ Ковальчуков и так далее На предмет все-таки нормализации тарифа Пересчета, значит, выплаченных денег за декабрь-январь и возврата каких-то сумм населения Насколько мне известно, определенный прогресс в этих переговорах есть Но пока точка не поставлена, соответственно, процесс идет Именно поэтому ни замминистра ЖКХ республики, ни там прочие бурдюки и так далее, и так далее Никто из них решение предложить на этой встрече Рахматуллину не мог По определению не мог Зачем эту встречу проводили до конца непонятно То ли это была попытка выпустить пар, то ли ее нельзя было уже предотвратить Но, тем не менее, пока это все превратилось в балаган Безусловно, население очень сильно озабочено вот этими платежами Потому что за февраль уже, значит, придут точно такие же большие платежки Потому что механизм не выработан и все еще все считается по тому же нормативу В общем, это все дальше будет продолжаться За январь получили тоже такие же большие платежки, как и за декабрь В общем, ВОЗ стоит на месте СтопБашРТС, вот эта вот не до конца понятная по своему происхождению организация Беснуется вокруг всей этой проблемы и зарабатывает политические очки Ну, что, собственно, с политической точки зрения, с технологической точки зрения абсолютно верно То есть, почему бы им не попиариться на этом всем, если им чиновники представляют такую замечательную возможность Напомню, что ранее, там, даже, может быть, год назад Шли разговоры о том, что вообще-то СтопБашРТС Это порождение самой администрации главы Как это ни звучит парадоксально Но были предположения о том, что, в общем-то, у истоков этой организации стоит сам Азад Барданов Который, в общем-то, инструктировал этих активистов И есть, как бы, фотоподтверждение этому всему Но я не берусь утверждать на 100%, что сейчас вся эта вот компания находится под контролем Барданова В любом случае, у него есть с ними контакт Я думаю, что было бы здраво, если бы они координировали свои действия И не будоражили вот настолько людей до тех пор, пока проблема не будет решена Но если она не будет решена, и деньги не будут возвращены в какой-то обозримый период времени В будущем, то, конечно, эта тема, ну, выстрелят еще неоднократно И наверняка принесет массу неприятностей как жителям в виде платежей Так и администрации Хабирова в виде вот такой вот социальной нестабильности В Уфе продолжается войнушка с застройщиками Напомню, что Радий Хабиров практически в открытую объявил войну застройщикам города Уфы Потребовав или попросив у прокурора Ведерникова, прокурора республики Обратить пристальное внимание на тех застройщиков, которые по списку волнуют Рената Баширова и самого Радия Хабирова Прямо скажем, список этот был странный с точки зрения избирательности претензий В нем было много путаного, но уже начался некий резонанс Насколько мне известно, по неподтвержденным, но вполне себе достоверным данным Компания Жилстроинвест не намерена отказываться от своих строительных планов И намерена продолжать судиться с мэрией в части ущемления ее прав на строительство тех объектов На которые было получено разрешение Господин Носков так и не отозвал свой иск на 756 миллионов в адрес мэрии В счет уплаты неустойки и затрат, которые он понес на строительстве объекта Нашатару ставили 5 Также, я так понимаю, достаточно нервозно восприняли ситуацию Господа Борманы строительный трест номер 3 Которые тоже попали в этот черный список Но удивление на самом деле вызывает не только Ну вот эта агрессия со стороны Хабирова в отношении того, как вот работают некоторые застройщики Но и избирательность, повторюсь, именно избирательность в своем негативном отношении К тем строителям, которых он назвал в этом списке Я уже говорил о том, что, как ни странно, в этот список не попала компания «Садовое кольцо» Которая ведет весьма спорный проект в районе Глумилина На прошедшей неделе жители Глумилина записали аж два видеообращения Одно из них вышло в самом начале недели, второе вышло ближе к концу Обращения эти были адресованы господину Грекову Где они объясняли, почему они против этого строительства В общем-то, достаточно аргументированно В отличие от наших властей и строителей Жители умеют формулировать свои претензии и причины своего недовольства Напомню, что там упоминалось, что плотность застройки Количество жителей, количество парковок и прочее-прочее Не соответствует ряду нормативов Кроме всего, там еще попадает в зону застройки Вот этот вот знаменитый Кошкин лес И местные жители очень недовольны этим всем Геологические изыскания на территории Глумилина, а также на территории Кошкин лес Проводились разными организациями неоднократно Начиная с 2005 года Но застраивать никто так его и не решился А все потому, что местность очень сложная Первая, вторая и третья группы карста – это не самое страшное Страшное – это подземные родники и оползневые склоны При строительстве гипермаркета «Лент» в 2015 году Произошел огромный обвал грунта Строительные магазины проявили напорное цементирование склонов Возвели подпорную стену И круглогодично в динамике наблюдают за всеми происходящими процессами Строительство жилых домов, магазинов, дорог В непосредственной близости от лесного массива Уже сейчас негативно сказывается на территории Польца Сипайловская по отметкам выше оврагов Кошкиного леса Что служит дамбой для ее родников Приводя к заболачиванию почв и усилению карстовых процессов Возьмем, к примеру, Глумилина-2 Тут данные общей площади жилых помещений для каждого дома Исходя из норматива 30 квадратных метров на человека Получаем количество жителей, на которых рассчитаны эти дома Чтобы найти плотность застройки Разделим полученное количество жителей На общую площадь участков, на которых располагаются дома Получаем 789 человек на гектар Что в 2,5 раза превышает норму Но мы понимаем, что в реальности плотность выше И если количество жителей возьмем не из нормы 30 квадратов на человека А из норматива на квартиру, то получим 1074 человека на гектар По улице Давлет-Кильдиева должны также иметь два въезда Один со стороны Давлет-Кильдиева, другой со стороны Нуреева Бульвар Давлет-Кильдиева на участке от улицов-энтузиастов до улицы Нуреева до сих пор не построен Дома, принятые в эксплуатацию, явно с нарушением данных норм У нас очень высокая плотность застройки При всем при этом мэрия города Уфы принимает проект планировок Который еще более усугубит существующую ситуацию Сама компания Садовое Кольцо ведет себя очень странно Утверждая, что она общается с жителями Однако результатов этого общения абсолютно нет Они даже не потрудились объяснить доходчивым образом Я говорю про эффективность, а не про формальный подход Доходчивым образом то, что на самом деле, скачив 1,8 гектара леса Компания по плану, по задаче, по контракту должна восстановить 1,9 гектара городского леса Правда, непонятно, в каком это месте случится Но вот, по крайней мере, такая цифра звучит Садовое Кольцо ведет себя крайне беспечно В том смысле, что они надеются на вот это неиссякаемое покровительство Хабирова и Абдрахимова В том плане, что их прикроют и не дадут народному гневу, значит, на них излиться Может случиться так, что у Хабирова и Абдрахимова не получится Защитить Садовое Кольцо от жителей И тут вот будет, конечно, упс, как говорится Кроме всего прочего, на прошедшую неделю вот мне прислали сообщение О том, что есть еще более вопиющие истории в Уфе На которые почему-то Хабиров не обращает внимания Ну, не обратил внимания, по крайней мере, на минувшие оперативки И речь идет о строительстве дома по адресу Армаверская, 15А в Уфе Там планируется построить 27-этажный дом на 332 квартиры При этом по документам, которые мы вам демонстрируем Этот дом будет оснащен, внимание, 23 парковочными местами То есть на 332 квартиры, дорогие квартиры Будет запланировано только 23 автомобиля Практика показывает, что практически в каждой семье теперь есть автомобиль А если жилье достаточно дорогое, то значит и люди достаточно обеспечены И, соответственно, у некоторых даже есть две машины То есть это минимум 300, в среднем 400, а максимум 500 автомобилей Появится вот в районе домов 3, 3, дропе 1, 5 и 5, дропе 1 По улице Зайна-Биишево И, собственно, жители вот этих домов как раз и возмущены этим строительством Кроме всего прочего, жители утверждают, что общественных слушаний по строительству этого дома не проводилось Не могу подтвердить или опровергнуть этой информацией Также они предполагают, что строительство вот этого 27-этажного небоскреба Может повредить целостности конструкции их домов Вот такие предположения высказывают жители Так это или не так, неизвестно Но, однако, никто ни с кем ничего не обсуждает Строительство там ведет ООО СТ-девелопмент Вернее, разрешение получило на строительство И, внимание, разрешение на строительство выдано 22 января 2021 года То есть даже не Мустафину Это разрешение выдано уже администрации Грекова Вы понимаете, да? То есть вот двойные стандарты господина Хабирова Значит, ПСК-6, Третий Трест и прочие Значит, это негодяи, которые работают без документов и строительные пираты А вот эта организация, которой господин Греков любезно выделил разрешение на строительство Она вот чистенькая и пушистенькая На 332 квартиры, 23 парковочных места Каким нормативам строительным соответствует такое количество парковочных мест? Не является ли это нарушением проектной документации? И имело ли право выдавать вот это разрешение мэрия города Уфы? Пожалуй, что стоит разобраться Редактор субтитров А.Семкин